Я пошла в бассейн. Сел на море у меня нет, там все время волны, я боюсь. Вот смотрите, такой у меня есть купальник. Я пошла вечерком, а тут народу все равно много вечерком пошла покупаться. Наверное, сейчас вода не сильно чистая, а так много народу в августе не совсем очистные сооружения. Что-то трава какая-то стала, не особо зеленая. Смотрите, мутноватая, конечно, водичка. Покажу опять вам уголочек. Гортензия вон там розовенькая, нежная. Такая гортензия большая. Смотрите, он тут обрезал все. Дерево здорово обрезано, так красиво. Откуда-то, блин, притащили сюда якорь. Ржавый путь. Вода вообще как парное молоко. О, так приятно вообще. А вот тут как раз фильтр, и тут она такая чистенькая. Около фильтра тут прыгать, если. О, так здорово вообще. Так шик. Что делать? Ой, большое спасибо, что комментируете. Так приятно сегодня. Так много комментариев было. Большое спасибо. А слушайте, вот тут вот так эту струю, которая вот с фильтра идет, можно так на живот направить. Прям такой массаж получается. Прям такой водный массаж. Так что классно, классно. Вот. Решила расслабиться. Вот. Вот. Очень-очень тяжело сейчас стало работать. Очень много народу. Очень много. Мне еще больше нервов стало. Ну, то есть люди едут уставшие, по жаре, нервничают, боятся, что вдруг у них там нет это, ну, с резервой что-то не так. Или что они что-то не так сделали. И так как они знают, что в августе практически невозможно снять отель, они очень, они так, ну, прямо как-то с таким напряжением готовы все время взорваться. То есть это, ну, не знаю. Я сразу говорю, что все в порядке, у вас есть резерва, просто она у вас не оплачена. То есть у вас карточка там нет, ну, не проходит. Иногда из других стран почему-то, ну, не проходит у нас эта карточка, их номера виртуальная. Ну, не знаю, что такое бывает. И люди так нервничают прямо сразу. Ну, когда говорят, что у вас эта резерва не оплачена, они так сразу напрягаются и не думают, что я хочу у них, ну, как бы отобрать место, что... Я говорю, нет, нет, все в порядке, просто заплатите как хотите наличными или там по другой карточке и все. Так, и вот, и очень много марокканцев, люди, вот этих французских марокканцев, которых так разбаловала Франция. Я не знаю почему. Почему их так Франция разбаловала? Почему они вообще абсолютно невоспитанные, агрессивные, очень капризные, какие-то наглые. Все время вот пытаются как-то обмануть, все время что-то мухлюют все время. Ой, ужас какой-то. И вот мы сдаем с Терезой все, с ними воюем. С утра начинаем. Они, знаете, они в 8 утра заходят с такой претензией. Главное, в 8 утра. Ну, типа, у нас есть резерва, запускайте, у нас заезд в 12 часов. Куда мы вас запустим, если люди еще спят? Мы еще не съехали. А выезд у нас в 11 часов, то есть вот. Ой, вообще капец, конечно. Да, с людьми тяжело работать. Вот смотришь на девочек, которые моют комнаты, конечно, им тяжело работать физически. Физически тоже тяжело работать. Но морально тоже тяжело. Морально тяжело. Ты идешь, как будто тебя, ну, не знаю, как тряпка какая-то. Как будто тебя все полоскали, выжили, снова прополоскали, выжили. И вот поэтому вот мало видео, потому что у меня просто, ну, не хватает ни сил, ничего, никаких эмоциональных сил нет. И бассейн, люди, так он и помогает. Слушайте, я вот так сейчас руки опустила, просто такое впечатление, что вода горячая. Ой, свет включили. Удача. 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 Продолжение следует... 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 перестирывать. Вот такая влажность, что даже ничего не сохнет. А там на крыше, там все-таки ветерок и там побыстрее сохнет. Ну ладно, до свидания сегодня. Вот такая вам информация. По возможности я отвечаю на комментарии. Ну, как ездит автобус до Франции, я не знаю, никогда туда не ездила. Это надо все смотреть в интернете. А с Лоретта до Барселоны автобус у нас отправляется каждый час. И в связи с тем, что сейчас август и очень много народу, билеты все-таки надо идти и покупать заранее. А то вам может не хватить места. Вот, ну, такая вот информация. Ну ладно, до свидания. Пишите комментарии. Покажу вам. Ну, то что новые подписчики, смотрите, какой у нас вообще невероятный подъезд. Я, конечно, когда первый раз его увидела, это было невероятно. Это, блин, кто-то идет. Вот, смотрите, у нас тут. Называется у нас эти комплекс Альвапарк. Вот, смотрите, какая тут тетенька. Типа морячка, что ли, такая же, видите, нас ждет своего моряка. Это у них тема тут очень такая популярная. Это по сырой штукатурке, что она делается. Так, эскалера номерованцы у нас называется. номер онцы. Лестница эскалера. Вот это эскалера. Номер онцы 11. Это у нас такие почтовые ящички. Вот это все искусственные цветы, потому что здесь полумрак, ничего не растет. И вот это здесь написано. В общем, прочитала нормально, значит. Если будете ночить ночью в течение отдыха, ночного отдыха, всех проживающих надоедать криками, музыкой, громкой с 23.00 до 7 утра, то в общем могут позвонить в полицию и пригласить полицию, которая будет штрафовать вот этих приезжих, которые из нашего города. Вот так. Правильно. Переводила. А тут то же самое. А нет, монтинемент, Жоан. Что-то про монтинемент тут написано. В общем, везде всякие запреты. При таком шикарном подъезде такой у нас какой-то вообще непонятный дурацкий лифт. Он такой малюсенький. Вообще как-то непонятно. Ой. Ой. И Лися обляпанный. Третий этаж. Кстати, я на всякий случай вам скажу, что в Европе этажи считаются не с первого этажа, а вот у нас Бахо, вот это Бахо, это как нулевой этаж. Но это не гараж. Это нулевой этаж, когда заходишь в дверь. И первый, второй, третий. И как бы по-испански меркам мы на третьем живем, а по-русски меркам мы живем на четвертом этаже. так что вот такой нос лифт. Где-то яда там мокрая.